всем привет с вами алекс канал берег лап так было пару дней пропуск связаны с работой то есть придавила как говорится не по-детски вот по 14 часов в день был работы так что возможности не было но теперь возвращаемся к землетрясением делаем обзор значит землетрясение всего за последние сутки 2 плюс то есть магнитуды 2 и выше было 170 хотя хотя была мощная магнитная буря все как ожидалось и сейчас посмотрим какие последствия этой бури ну начнем северной атлантики обзор смотрите ничего нету в северной атлантике прямо странно на канарах есть в районе гибралтара ну здесь классическая вот серия идет со стороны марокко вот плюс со стороны португалии смотрите двойки также есть на севере испании на востоке франции севере италии в словении и на сицилии тоже здесь землетрясение так немножко притихло смотрите как-то необычно в греции вам не кажется как-то вообще очень мало землетрясений рядом с из миром вот здесь 32 руб на 10 километров и додеканас здесь на юге 31 глубина 20 километров три двойки восточной турции здесь на севере афганистана 46 на глубине 29 километров не совсем обычная потому что здесь обычно в афганистане глубокие землетрясения так и давайте разбираться что как сейчас себя ведет куб сугу ведет он показывает всю свою мощь практически понимаете 39 вот здесь вот 4 и 2 но все глубина 9 километров потом здесь 40 вот и 34 понимаете то есть показывает что не собирается пока успокаиваться и со стороны бурятия здесь 36 на глубине 10 километров так смотрим теперь зону камчатки но в районе камчатки алиутов ничего нет зато вот южнее вот интересная локация очень редко здесь бывает землетрясение 45 глубина 26 и 7 километров и кстати здесь вот такой хребет видно подводный да а вот южные курилы пожалуйста выдает 50 глубина 44 километра и вот ожидаемая шестерка на глубине 32 километров японии и 44 на глубине 43 километра вы чувствуете что магнитуды потихонечку пошли в рост причем мы увидим еще шестерки сегодня в тех локациях где мы и ожидали кстати не будем тянуть кота за хвост это суматра 6 и 6 глубина 10 километров вот последние недели мы обращали внимание что суматра шла в рост вот пожалуйста здесь же и никобарские острова подсоединились 44 но и здесь мы ждем теперь автошоков но в виде пятерок четверок вот и вот такая дорожка к самому острову и землетрясение увидите вот здесь центр фасетки находится под островом суматра вот а это как раз ее поверхностная часть где происходит и это очень опасная часть потому что именно здесь и происходит здесь если вы видите вот здесь вот острова еще есть это острова как раз от вулканической природы вместо выхода энергии из сейсмической фасетки и именно здесь возможны мощные цунами да так ну с филиппины троечки здесь в восточной данной 4374 километра 10 километров в соловейсе здесь 38 на глубине 10 километров и в море банда 4 и 2 397 километров так смотрим здесь тимур здесь море сову здесь вулкан сирунг выдал 38 глубина 49 километров так папа 51 на глубине 106 километров в ну а то 48 глубина 10 километров и вот чуть не состоялась еще одна шестерки 5 и 7 пошло 416 километров это фасетка фиджи на юг здесь кермандек 50 на глубине 10 километров две четверки здесь 413 километров и 474 километра и вот здесь скорее всего не глубокие тройки до 12 километров напротив северного острова новой зеландии ну что хочу сказать такое ощущение что пока это только еще только начало так вот здесь 2 и 5 на глубине 5 километров на западе австралии с пролетаем над африкой ничего нет над канадой ничего нет смотрим аляску здесь на юге тройка 92 километра километра и 103 1 109 километров 32 здесь 35 километров так давайте сразу гавайи посмотрим ну гавайи там в районе килауэ но два и два есть со стороны получается хуала лай вот вулкана так смотрим дальше 30 напротив калифорнии глубина три с половиной километра еще двоечки здесь интересно что на севере здесь затихло вот здесь июте есть двоечка в глахоме и и все на этом все континентальные сша так теперь смотрим что у нас мексикой наш мексика вроде бы она справляется с на ее нагрузкой сейсмической 42 на глубине 7 километров здесь большое количество землетрясений 40 вот все они не глубокие троечки здесь тоже большое количество ну в общем таким малым порциями пока все уходит 4 2 на глубине 106 километров в центре мексики так здесь коста-рика троечки и вот мы обращали коста-рика панамы как раз прошлом выпуске на юг идет шестерка глубина 10 километров так и здесь у нас 46 20 километров 45 44 10 километров так смотрим что у нас здесь доминикана серия из троек вот тройки идут сюда и 34 в сторону пуэрто-рико также продолжается здесь серия в пуэрто-рико вообще регион очень активный букамаранга даже отреагировал давно не было 4 348 километров это типа зона в раньше в южной америке так напротив перу на севере есть 38 37 и 20 километров смотрим теперь границы чили и боливии 44 130 километров чили перу 14 километров в общем то все как обычно вот необычно то что здесь лас-ирена 47 43 километра чуть не дотянул до пятерки две тройки со стороны аргентины вот глубины небольшие 10 километров и на юге чили здесь 31 на глубине 11 километров так сэндвичи антарктида ничего нет ну давайте подводить итоги значит самая большая активность отмечена за последние сутки это суматра вот затем следует обратить внимание это япония а вот шестерочку выкинула и панама шестерочку выдала плюс такие пограничные это фиджи вот сторону новой зеландии видно идет энергия мощная непонятно чего вот здесь происходит почему вот вышла сюда куда-то необычные хупсугул конечно надо упомянуть вот ну наверное на этом еще хватит достаточно ну что пишите в комментариях что вы думаете по поводу этого обзора с вами был алекс канабир лапши отличного упражнения